По сообщению родных Эдварда Мурзина, у него остановилось сердце. Произошло это во сне. Ему было всего 55 лет. Путь Мурзина был ярким и стремительным. Родился он в Нефтекамске и получил образование в Московском техническом университете имени Баумана. Некоторое время после окончания вуза жил в Америке, где изучал биохимию. Однако, не завершив курс, вернулся в Россию и приступил к активной правозащитной деятельности. Я подумал, что там, не буду учиться, брошу это самое, а пойду родину поднимать. Чтобы так же было, как там, хорошие дороги, отличная медицина, образование. В родном городе он основал газету «Вечерний Нефтекамск». Несколько лет она была самым скандальным изданием республики. В ее статьях изобличали нерадивых чиновников, поднимались острые проблемы, волнующие людей. Сделал газету, чтобы сказать, что воруют, тащат. Я даже плохие слова хотел сказать, но не скажу. Несколько лет Эдвард Мурзин был депутатом Курултая республики Башкортостан. Однако, его политические инициативы были хорошо известны и за пределами региона. В конце нулевых Мурзин прославился на всю страну тем, что предложил легализовать в России однополые браки. Я никого не хотел оскорблять. Я просто хотел привлечь внимание общественности к проблемам меньшинства. В 2012 году Эдвард Мурзин заявил свою кандидатуру на пост мэра Уфы. В своей политической программе он писал о необходимости остановить рост цен на товары, а также о том, что у журналистов в их работе должно быть больше свободы. Заставить их следить не только за чиновниками, но и за мной, чтобы я там, не дай бог, что-нибудь там спер или украл. На протяжении всей жизни Эдвард Мурзин сотрудничал с различными телеканалами, газетами и информагентствами. Однако, в последние годы занимался бизнесом США. Известие о том, что его не стало, пришло 12 февраля из Нью-Йорка. Родные намерены похоронить Эдварда Мурзина в родном Нефтекамске. У него осталось трое несовершеннолетних детей – 13, 10 и 7 лет. Лариса Миронова, программа «Время новостей». Субтитры создавал DimaTorzok